Новый этап в деле экс-главы допрос свидетелей стартовал в июне. Всего по делу Игоря Пушкарева проходит 91 свидетель. 56 со стороны обвинения, 35 человек заявила защита. На вопросы Тверского суда уже ответили более 50 свидетелей. Это сотрудники городской администрации, МУПФ, Дороги Владивостока, Восток Цемента, Банковские служащие, представители общественных организаций. С 10 сентября Тверской районный суд Москвы располагается в новом здании на улице Каланчевской. В связи с переездом технические специалисты не успели наладить видеоконференц-связь с Владивостоком, и намеченное на 12 сентября заседание было отменено. Напомним, что подавляющее большинство свидетелей проживают во Владивостоке и дают показания на расстоянии, что не является удобным и не соответствует принципу территориальной подсудности, действующему на законодательном уровне. Игорь Пушкарев уже находится в СИЗО 2 года и 3 месяца, со 2 июня 2016 года. На днях Игорь Пушкарев написал пост о том, принятом Госдумой законопроекте о новом порядке зачета дней, проведенных в СИЗО, в общий срок отбывания наказания. День в СИЗО в ожидании приговора равен полутора дням при отбывании срока в колонии общего режима и двум дням при отбывании срока в колонии поселения. Под реформу не попадают виновные в убийствах, наркоторговле, а также в терроризме и шпионаже. Тем, кто оказался под домашним арестом, придется похуже. День домашнего ареста посчитают за полдня в колонии. В общем, очень гуманное решение, особенно если принять во внимание тот факт, что правила пребывания в СИЗО намного строже правил и условий большинства мест отбывания наказаний. Несмотря на то, что Пушкарев находится в СИЗО в Москве более двух лет, владивостокцев все также остро интересуют подробности уголовного дела, мысли и планы Пушкарева. В рамках акции «Обратная связь» с экс-главой Владивостока можно связаться на официальном сайте Игоря Пушкарева, а также ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Одноклассниках. Акция «Обратная связь» стартовала в ноябре прошлого года. Игорь Пушкарев благодарит всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки, и отметил, что будет и впредь отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.